пока глагол дудеть в русском языке играет новыми красками у нас в комментариях появился термин антидудинг им в принципе можно обозначить деятельность в результате которой появляются видео вроде того что вы сейчас смотрите но к сожалению проблема не в конкретном бездарном или лживом блогере или телеведущим а в том что их деятельность востребована и поддерживается государством результатом всего этого является превращение удобных легенд мифов или отдельных фантазий факты и это плохой сигнал здравствуйте в документалистике юрий дуть оказался столь же банален сколь он банален как интервьюер если к нему приходит невзоров то дуть спрашивает про тот случай когда глебыч как маленькая девочка извинялся перед березовским по телефону если к нему приходит михалков то всем нам просто необходимо узнать что ответит михалков на хлесткий свежий и неожиданный вопрос о том случае 20-летней давности когда он ударил ногой по лицу обездвиженного лимоновца ну а если приходит лимонов то у лимонова без вариантов нужно узнать а правда ли он лимонов орально обслуживал негра конечно эти люди уже несколько десятков раз отвечали на эти вопросы но только юрий дуть способен задать вопрос именно так что гость даже не попытается придумать для ответа что-то новое а просто пробубнит давно заученный текст мы стараемся не задавать вопросы которые тысячу раз были заданы вы отсасывали бездомному афроамериканцу у тебя имеет значение почему тебе решили кинуть ботинком и облить тебя дерьмо почему я должен задумываться о том что я сделал получил полу вот и все но я не знаю почему какая мне как а ты о достоинстве думаешь тогда когда у тебя перед глазами так сказать а фраза я больше не буду конечно я постоянно употребляю а вы ваши дети все будут ходить с этими вопросами проклятыми друг друга добывать чтобы вы могли оценить степень оригинальности интервью которое взял юрий дутью наталии королевой я предлагаю вам несколько отрывков в этот день моя мама рассказывала мне что она возвращалась с работы около девяти часов вечера мы жили тогда на первой квартире моего отца который он получил на конюшковской улице для наживался дом 28 около зоопарка эта улица находится около подъезда мама увидела двух людей мужчин которые курили и приглядывались прохожим мама возвращалась вечером с работы отец был дома на конюшковскую как раз квартиру я была на даче и она увидела у подъезда двух мужчин которые курили и вот она возвращалась домой с работы и она увидела что у подъезда стояли двое мужчины курили и присматривались к людям которые входили она увидела двух мужчин которые стояли около подъезда и курили у нее сжалось сердце нам не рассказывала об этом у нее конечно очень такое было неприятное ощущение она бегом поднялась на шестой этаж без лифта лифта не было тогда она поднялась на шестой этаж бегом поднялась на шестой этаж потому что лифта тогда не было она бегом поднялась на шестой этаж у нас лифта тогда не было и рассказала отец был дома она он открыл двери отец был дома отец был дома отец был дома и она такая взволнованная рассказала ему о своих опасениях она ему рассказала о том что она видела у подъезда вот этих людей он сказал это наверное за мной это наверное за мной он конечно сказал что это наверное за мной он сказал наверное это за мной он сказал я сегодня продал облигацию продал облигацию а я сегодня продал облигацию и купил пластинку давай послушаем и купил пластинку на одной стороне метелица на другой в опале березенька стоит на одной стороне метелицы на другой в опале березанка стояла полдвенадцатого ночи раздался стук дверь vol 12 ночи раздался стук двери и пол двенадцатого раздался стук дверь вошли те двое и дворник — понятой вошли те двое которых мама видела на улице и дворник в качестве понятого. Пришли те двое и дворник в качестве понятого. Пришли те двое и управдом в качестве понятого. Рассказывает Наталья Сергеевна Королева, дочь Сергея Павловича. Впервые я его помню с 41-го года со свидания в Бутырской тюрьме. Мне было 6 лет. Мне говорили, что он в командировке, он летчик. Мне вообще говорили, что мой папа летчик. Я, конечно, не знала, что мой отец арестован, мне говорили, что мой папа летчик, у него важная работа, поэтому он с нами не живет. И тут мама сказала, что папа прилетел, и мы пойдем с ним увидеться. Я, конечно, не знала, что мой отец был арестом. Мне было уже 5 лет. Мне говорили, что мой папа летчик, он летает, у него важная работа, и он сегодня прилетел, и мы можем его увидеть. Руководство НКВД, тогда уже Берия там руководила, для поднятия духа заключенных специалистов, разрешило свидание с близкими родственниками. Для поднятия духа специалистов, руководство НКВД разрешило свидание с родственниками, с ближайшими родственниками. Руководство НКВД разрешило свидание в бутырской тюрьме. Для поднятия духа заключенных специалистов, руководство НКВД разрешило свидание с родственниками, с ближайшими родственниками. Вошел мой папа. Я его, конечно, узнала, потому что я же фотокарточку его очень хорошо знала, и еще другие фотокарточки мне показывали. Я сразу спросила, папа, как ты мог сесть на своем самолете, здесь такой маленький дворик? Он не успел ответить, ответила за него охранник. Сказала, эх, девочка, сесть тут далеко, а вот выйти отсюда намного труднее. Ну и я, естественно, спросила, папа, как ты мог здесь сесть на своем самолете, здесь такой маленький дворик? А он даже не успел ответить, как охранник сказал, эх, девочка, сесть-то сюда легко, а вот выйти отсюда очень трудно. Я сразу спросила, папа, как ты мог сесть на своем самолете, здесь такой маленький дворик? Он не успел ответить, охранник ответил за него, он сказал, эх, девочка, сесть-то сюда легко, а вот выйти отсюда очень трудно. Я сразу его спросила, папа, как же ты мог здесь сесть на своем самолете? Здесь такой маленький дворик. А он даже не успел ответить. Я сразу его спросила, папа, как ты мог сесть на своем самолете здесь? Здесь такой маленький дворик. Он не успел ответить, ответил охранник. Он сказал, эх, девочка, сесть тут далеко, а выйти оттуда очень трудно. Так вот, снимая фильм про страшный и некрасивый Советский Союз, Дудь, конечно же, не смог отказать себе в удовольствии напомнить зрителям в стотысячный раз про сломанные НКВДшниками челюсти Сергея Павловича Королева. Добавит солидности, если об этом скажет дочь Королева, которая на протяжении десятилетий во множестве интервью рассказывает одно и то же, как под копирку, дословно пересказывая свою книгу об отце. Репрессивные меры, недопустимые, конечно. Его избивали, ему сломали челюсти. В общем, у него была сломана нижняя челюсть. Его избивали, конечно, ему сломали обе челюсти. У него были сломаны челюсти во время допроса. Были сломаны челюсти во время пребывания в Бутырской тюрьме. Следователям надо было обязательно получить от него признательные показания. Поэтому они принимали репрессивные меры, так сказать, они его сбивали, они сломали ему челюсти. Почему разобраться в истории со сломанными челюстями Королева не менее важно, чем понять, за что он сидел? Потому что если отбросить неоснованный ни на чем, кроме фантазии авторов версии о преднамеренном убийстве главного конструктора, то повествование сегодня обычно выстраивают следующим образом. Следователи сломали Королеву обе челюсти во время допросов и в дальнейшем именно из-за этого он не мог широко открывать рот и даже улыбаться. Но во время операции ему из-за этого не смогли ввести дыхательную трубку в горло, из-за чего он, собственно, и умер. Они сломали ему челюсти, что послужило причиной того, что не смогли ввести интербутационную трубку, когда его оперировали в день операции. Итого готовая жертва бесчеловечной системы, пожирающей лучших своих граждан, гениев и патриотов. Говоришь о смерти Королева, говоришь о сломанных челюстях, говоришь о системе. Его избивали оперуполномоченные Шостаков и Быков. Их фамилии, зафиксированные на протоколах допросов, навсегда остались в биографии великого конструктора. Потому что именно усердие двух комсомольцев в конечном итоге оборвет жизнь академика Королева. Из прошлого выпуска, посвященного аресту Королева, мы узнали, что обязаны гению чуть ли не всем, что имеем, вплоть до ядерного щита, который создал Королев в одиночку, если верить дудям из телевизора. Так вот, мало того, что гениального ученого посадили просто так и ни за что, так они его еще и угробили. А потому не видать нам с вами дачи на Марсе. В 50-е именно Королев стал человеком, от которого зависела дальнейшая судьба Советского Союза. Именно он запустил к звездам первый спутник и первого человека. Он вывел Советский Союз в лидеры космической гонки, оставив далеко позади весь остальной мир. Если бы был жив Королев, уже был бы совершен полет на Марс. Переехать, да, купить дачу на Марсе. Представьте, чего бы мы достигли, если бы он не ушел из жизни так рано. Возможно, уже готовились бы переселиться на Марс? Если бы был жив Королев, то мы бы точно в начале века, а этого века мы бы слетали на Марс. Зачем нам это все? Все те разговоры про какой-то там очередной антисоветский фильм. Да за тем, что существующий строй каждый день доказывает свою несостоятельность. И вопрос, что дальше, возникает сам собой. Будьте уверены, разговоры о Советском Союзе, о Великой Отечественной, о Советском Космосе, о том, каким было это государство, каким было это общество. Это разговоры не о прошлом и уж, конечно, не о настоящем. Это разговоры о будущем. И те, кто дают деньги на музеи ГУЛАГа, единственная цель которых – обгадить советское прошлое, очень хорошо понимают, что инвестируют в свое спокойное будущее. Не в наше. Чем сильнее твоя уверенность в том, что Советский Союз – это было человеконенавистническое государство, плодившее послушных рабов, тем спокойнее чувствуют себя люди, владеющие сегодня средствами производства материальных благ. Капитализм – счастье. И если вы не понимаете, что такие фильмы, как Колыма, Родина нашего страха – это всего лишь воплощенные усилия по удержанию нас в стойле, потому как телевизор уже не справляется, то давайте начинать понимать. Иначе мы так и будем жить в сказочном, лубочном мире, в котором Королев единолично конструирует ракеты и запускает спутники в космос. И в мире, где коммунисты сначала козлы, потому что ему не давали строить ракеты, а вот если бы давали, то наша ракета полетела бы раньше немецкой, неизвестно зачем. А потом козлы, потому что тратили на ракеты слишком много денег, вместо того, чтобы строить велосипедные дорожки, в Москве Суздали и Нижневартовские. Только теперь этот мир создается не телевизором, а с помощью топовых блогеров. Кстати, никогда не смотрите документальные фильмы про Королева, которые показывают по телевизору. Но в разгар грандиозных научных исследований конструктора арестовали. Обвиняли в контрреволюционной деятельности, якобы проводимой внутри института. Одним словом, на ученым ставили клеймо «вредителя». Заметили? Рассказ о болезни Королева иллюстрируется кадрами, где НКВДшник смахивает со стола чертежи и миниатюрный макет «Катюши», который тогда еще не было, и к созданию которой Королев не имел никакого отношения. Причем в ее уже законченном рабочем варианте. Ну типа Королев Катюшу придумал, а они его в тюрьму. Не удивляйтесь, фильма снята на Украине. На самом деле причины ареста стали нестандартные и прогрессивные взгляды на дальнейшее развитие ракетно-космической техники. Они, видимо, шли в разрез с консервативными приказами партийного руководства. И хотя до такой причины ареста не дошли в своих фантазиях ни на «Звезде», ни на «Первом», наши фильмы о Королеве ничуть не лучше. Королев никогда ничего не просил и не жаловался. Он даже в разговорах с близкими ни в чем не обвинял руководство страны. И даже простил им кулак. Ван Гемак и уволивший Королеву директор были арестованы в один день, 2 ноября 1937 года. А Королев тогда избежал ареста только потому, что в это время больше не руководил НИИ, а всего лишь работал инженером. Документальные фильмы о жизни Королева для нашего телевидения настолько бездарно и топорно сляпаны, настолько антисоветски заряжены, что иногда просто не знаешь, смеяться или материться. Вот, например, хотите я прямо сейчас, за несколько секунд, с помощью нашего телевидения докажу, что Королев был в лагере не заключенным, а охранником? Здесь добывало золото бесплатная рабочая сила в 600 человек. За сутки умирало по 30 зэков. И это было нормой. Королев тоже должен был здесь сгинуть. От голода тело опухло и покрылось струпьями. Из-за цинги половина зубов выпала. Вес не превышал овечьего – 45 килограммов. Но ни голод, ни цинга не могли лишить Королева мечты. Свою первую радиоуправляемую ракету он рассчитает прямо на стене барака. Цинга, ничтожные пайки, худая одежда. Но в самую тяжелую зиму своей жизни Королев рассчитывает радиоуправляемую ракету прямо на стене барака. Факт номер один. Свою первую радиоуправляемую ракету будущий конструктор спроектировал на золотых приисках в Колыме. Расчеты сделал прямо на стене барака в поселке Модильяк. В бараках жили только охранники, а заключенные жили в палатках, 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 палатках. Впрочем, может, Королев свои расчеты сделал снаружи, на стене барака охраны, что свидетельствует о довольно мягких порядках царивших в лагере и наличии свободного времени у заключенных. Я уж не говорю о том, что в представлении балбесов, родивших опус «рассчитал на стене барака», конструирование ракеты – это что-то вроде написания стихотворения. Посидел, подумал, рассчитал. Ладно, не будем придираться. Пусть на стене барака, палатки, а радиоуправление ракеты он тоже в одиночку сочинил. Из книги советского ученого-конструктора, одного из ближайших соратников Королева, Бориса Евсеевича Чертока «Ракеты и люди. Глава первая. Радиотехническое отступление». Разработчиком систем радиоуправления наших ракет в 50-х годах был НИИ-885, Министерство промышленности и средств связи. Однако ради исторической справедливости колыбелью советских систем радиоуправления по праву должен считаться НИИ-20. Из этого института ко мне в Германию в Институт РАБе в 1945 году приехали Михаил Рязанский, Евгений Богуславский и ряд других радиоинженеров. В 1946 году группа специалистов по радиотехнике, радиолокации и радионавигации во главе с Рязанским была переведена из НИИ-20 в НИИ-885. Рязанский был назначен главным инженером НИИ-885. Оставшийся в НИИ-20 Борис Коноплёв в том же 1946 году получил задание на разработку систем радиоуправления ракетой Р-3 на дальность 3000 км и начал НИР-Н-3 по исследованию систем управления ракетами на дальности до 10 000 км. Жестокие уроки Второй мировой войны для высшего политического руководства страны не прошли даром. Даже на уровне одного министерства считалось полезным дублировать НИИРы по сложным системам. На этом не экономили. НИИР – научно-исследовательские работы, разработки, работы научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. Наземная аппаратура системы радиоуправления в 1957 году размещалась в кузовах 15 автомашин. Вскоре были построены кирпичные здания, которые назывались станциями управления. В сотнях километров от стартовой позиции в голой степи пришлось строить не только здания для аппаратуры, но и казармы, столовые, электростанции и создавать условия жизнеобеспечения воинскому контингенту и радиоспециалистам промышленности. Громоздкость и уязвимость системы радиоуправления были очевидны. Уже в конце 1947 года под руководством Королёва начались работы по плану Р-3. Имелось в виду провести широкомасштабные исследования по созданию ракеты на дальность не менее 3000 километров. Проектирование системы управления в целом было поручено НИИ-885, во главе которого стояли Рязанский и Пелюгин. Конкурентный вариант системы радиоуправления с использованием гиростабилизированной платформы параллельно выполнялся под руководством Коноплёва в НИИ-20, в радиочасти, и в НИИ-49, в гироскопической части. То есть в реальности разработкой систем радиоуправления, которые тогда были довольно громоздкими, в конце 40-х и в 50-х занимались три научно-исследовательских института, в которых коллективами специалистов проводилось несколько научно-исследовательских работ по одной и той же теме, требующих постановки экспериментов. Но в фантазиях наших документалистов Королёв мог разработать такую систему один, в лагере, без привлечения других учёных. Что, впрочем, неудивительно после созданного им в одиночку ракетно-ядерного щита. КВНщик из «Даёшь молодёжь» не даст соврать. Итак, что мне удалось выяснить? Работы Королёва действительно уберегли мир от ядерной катастрофы. Он смог обеспечить ядерный паритет двух сверхдержав и остановить надвигающуюся войну. Просто из спортивного интереса мы решили найти источник этой глупой байки. Впервые Королёв, расписывающий стены барака, возникает в заметке от 12 января, день рождения Королёва, 2007 года на сайте вести.ру. Заголовок его имя узнали из некрологов. Помимо стандартной антисоветской чернухи, в самом начале читаем. И первый спутник, и первый человек в космосе – всё это могло остаться только мечтой – наброском, сделанным на стенке Колымского барака. Всё. Никаких радиоуправляемых ракет, никаких расчётов ракета, всего лишь художественный образ, придуманный автором заметки Александром Георгиевичем Рогаткиным, тележурналистом ВГТРК. Ещё раз. Королёв, делающий какие-то наброски на стене барака – это просто художественный образ, лирика. То есть автор оригинальной заметки вовсе не утверждает, что Королёв, дескать, на стене ракету рассчитал. И во что это превратилось за прошедшие годы? В факт, который уверенно транслируется ведущими телеканалами страны. А про интернет можно и не говорить. Свою первую радиоуправляемую ракету будущий конструктор спроектировал на золотых приисках в Колыме. Кстати, про эти вот интересные факты из биографии легендарного конструктора Королёв ТВ. Свою первую радиоуправляемую ракету будущий конструктор спроектировал на золотых приисках в Колыме. Расчёты сделал прямо на стене барака в посёлке Модильяк. В каком посёлке? В посёлке Модильяк. Модильяк? Это где-то в Италии? Или в Венгрии? Факт номер пять. Великий конструктор не носил часы, был трудолюбив. Уходил позже всех. Подчинённые Королёв любили, несмотря на то, что тот был жёстким и требовательным. Факт номер пять. Великий конструктор не носил часы, был трудолюбив. Уходил позже всех. Подчинённые Королёв любили, несмотря на то, что тот был жёстким и требовательным. Субтитры подогнал «Симон» Но это всё глупости, конечно. Носил часы, не носил. Мольдяк-модильяк. Рассчитал ракету, не рассчитал. С радиоуправлением, без радиоуправления. А вот то, что вместе с этими невинными глупостями наши головы засоряются откровенными антисоветскими байками, которые преподносятся как факты, это плохо. Ладно, сейчас мы... Я ещё по следам вчерашнего дня хотел советскую космонавтику быстро осветить. Советская космонавтика, история скреп, в Фейсбуке мы читаем. Это не только Гагарин. Вспоминая о ней, всегда лезет в голову сломанная на допросах чекистами челюсть Королёва. Вы знаете, что Королёв, Сергей Королёв, гордость России, гордость Советского Союза, гордость каждого из вас, гордость каждого из патриотов. Он был арестован 27 июня 1938 года, а и среди других работников реактивного института. Его обвиняли в том, что он входил в троцкистскую вредительскую организацию, проводил преступную работу, и затем его стали на Лубянке пытать. Лубянка это... Вот вы знаете, это ФСБ здесь у нас. Стали пытать. Для чего я сделал такое длинное вступление? Для того, чтобы было наглядно видно, как наши журналисты обращаются с информацией? И для того, чтобы для вас не было странным всё то, что вы услышите дальше? И сломали ему они обе челюсти. Ведь это нелегко. Вот если бы мне сказали, сломай, пожалуйста, Сергею Королёву челюсть, я бы скорее сосредоточился на левой, потому что у меня правая посильнее рука. Я бы одну сломал. А там же обе, это верхняя и нижняя челюсть. Нет, ему обе челюсти сломали и правую, и левую. Челюсти нет правых и левых. Нет? Есть верхняя и нижняя, а рубили правой рукой. Правой рукой рубили в одно место, да? Да. Сломали обе челюсти. Итак, Королёву во время избиений на допросе сломали челюсти. Именно так, во множественном числе, то есть обе. И откуда это известно? Основным источником этой информации является книга советского журналиста Ярослава Голованова. Следователя Быкова разыскать не удалось. Жив ли он, неизвестно. Единственный человек, кто может сегодня рассказать о Королёве во время следствия – Шестаков. Он не расскажет никогда. Я прочитал много дел того времени, дел, которые вели следователи Клеймёнова, Лангемака, Глушко. Валентин Петрович Глушко неохотно, кратко, но всё-таки рассказал мне, что вытворяли с ним на Лубянке. Не думаю, что для Королёва были сделаны какие-нибудь послабления. Кто бы и зачем делал? Я не знаю точно, как всё было с Королёвым, но я знаю, что было с десятками людей, равного с ним бесправия в то же время и в том же месте. Я ничего не могу здесь доказать и никого не могу обвинить. Я могу только попытаться увидеть. Да, вам не показалось. Голованов совершенно открыто сообщает своему читателю, что всё, что он будет дальше рассказывать о пытках, об избиениях, не основано ни на чём, кроме полёта его, Голованова, фантазии. А теперь оцените полёт и степень сладострастия, с которым журналист живописует истязания Королёва, о которых у него нет никаких свидетельств. Тут и смачные плевки в лицо, горячей слюной, и удары сапогом в пах и в лицо, и оскорбления, и конвейер, и плохой следователь и хороший следователь, и куски резиновых шлангов с металлом внутри, и плетёнки из кабеля со свинцовой изоляцией, и бутылочные пробки со вставленными внутрь булавками, так что жало выходило наружу на 2-3 миллиметра, и барахтание Королёва в луже собственной крови. И вот это откровенное барахло, выдуманное перестроечным журналистом, сегодня считается истиной в последней инстанции. Допрашивал сержант госбезопасности Быков. Сержант, давай, допрашивал сержант. Знает ли арестованное причинение ареста? Первый вопрос был. Нет, не знаю. В ответ сержант Быков расхохотался, обматерил Королёва и плюнул ему в лицо, а затем стал бить сапогом в пах. Королёв очнулся уже в больнице. Страшного ничего нет, сказал врач. Страшного ничего нет. То есть его сержант Быков избил госбезопасность. Как там НКВД, КГБ, как там называлось? ФСБ, как там называлось в то время? Я забыл. Значит, избил. Я вам рассказываю об этом в связи с днём космонавтики. Мы же гордимся космонавтикой и Сергеем Королёвым. Вот его бил в пах сапогом сержант госбезопасности Быков. Понимаете? Ну, чтобы вы гордились уже посильнее. Гордитесь посильнее, пожалуйста. Это при Сталине рубили. Королёва рубили при Сталине. Понятно? Он не знал. Сталин не знал, но если бы знал, он сам пришёл бы и сам бы стал бить. Да он же сухорукий. Какой бы он рукой бил? Сталин был сухорукий. Он бы бил той рукой, что у него здоровая. У него одна была здоровая, а другая сухая. Он бы, может, ногой стал бить Сталин, но он не знал. Вот и не знал, и всё. Пропустил, как сказать. Ну вот. Значит, это вам про русскую космонавтику. Российская космонавтика, товарищи. Российская космонавтика, она стоит на пытках Королёва. То есть, ну, в основе своей тоже. Понимаете? Это же важный аспект. Невзирая на признание самого Голованова, что это всего лишь его фантазии, дважды сделанное в этой же самой книге, в этой же самой главе. На основе его больных видений пишутся статьи, наполняются сайты, снимаются реконструкции для безумных в своём запредельном идиотизме документалок и даже выпускаются художественные фильмы при поддержке государства. Климёнов был немецким шпионом и выполнял указания врага народа Тухачевского. А вы выполняли указания Климёнова? Климёнов руководил институтом. Я должен был выполнять его приказы. А всё-таки выполнял? Ну, а зачем Глушко привлекли к своей деятельности? Говори! Мы иногда с ним спорили о тематике института, но вся наша работа была направлена на усиление обороноспособности нашей Родины. Врёшь, сволочь! Вы же сломали ему обе челюсти. Ничего, меньше будет жрать пролетарского хлеба. Может, его медсанчасть? Никакой медсанчасти. Пока не сознается, не выйдет из кабинета. Поднимай его. Ну, колись, падла. Какие личные указания Климёнова и Лангемака ты выполнял? Да, и вот эта фраза. Я прочитал много дел того времени. Типа я имею представление о том, как тогда велись допросы. Я так понимаю, следователь сталинской эпохи тщательно фиксировал в материалах дела все издевательства, которым подвергал подследственных. Сейчас его станут бить. Сейчас его станут бить. Сейчас его станут бить. Но станут бить. Хорошее название придумал для своей книги Голованов – «Правда и мифы». Действительно, взяв щепотку правды, он мастерски набросал на вентилятор истории самых настоящих мифов. Впрочем, заранее обезопасив себя оговорками, что вот, дескать, знать не знаю, было, не было ль, но было так. Наверное. Да, но ведь Голованов еще ссылается на рассказы репрессированного инженера Глушко. Что же рассказывал Глушко? Его клали на пол, где было битое стекло, и следователи вот так вот катали его по полу, по этому стеклу битому, раздетого. Были и другие виды пыток. Так и представляю себе, как следователи катают по битому стеклу голого инженера. Тут открывается дверь и заглядывает начальник отдела и спрашивает. Так, чем заняты? Да вот, товарищ майор, подследственного катаем. А, ну, работайте. Работайте. Нафига катать человека по битому стеклу? Чтобы он подписал что-то? Мало способов физического воздействия? Зачем всю эту грязь развозить с битым стеклом и кровью? Вообще, мне кажется, байки про всякие азиатские пытки в НКВД придумывают те, кто ни разу в жизни по морде не получал. Когда же за дело берется интеллигенция, доходит до смешного. Вот и в случае с рассказами Глушко на лицо переведение сотрудника специальных органов, применяющего пытку с целью добиться некоего результата, получения нужных сведений, например, или подписи, в разряд маньяка, пытающего жертву исключительно ради удовольствия. Но раз это было возможно, стало быть, в курсе было начальство этих маньяков, а значит, начальство было таким же. Начальству любому от подчиненных нужен результат их работы. Твои сотрудники должны дело делать, а не наслаждаться, удовлетворяя свои нездоровые фантазии. А для получения быстрого результата подвергать человека каким-то диким экзотическим пыткам вовсе не нужно. У человека много самых разных болевых точек. Позвоночник, зубы, ногти, уши, глаза, соски. Элементарное воздействие на них вызывает боль, которую невозможно терпеть. Совершенно необязательно хлестать человека графином по лицу, чтобы получить от него какие-то показания. Так и графинов не напасешься. Пытка для удовольствия или наказания, и пытка для получения результата – это разные вещи. Но вернемся к Голованову. В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР Яфуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции 1966 года, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Яфуни принимал участие в ней лишь на определенном этапе, но будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события. «Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством», рассказывал Сергей Наумович. «Для того, чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей. У Сергея Павловича были сломаны челюсти?» – спросил я жену Королева, Нину Ивановну. «Он никогда не упоминал об этом», – ответила она задумчиво. «Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю, когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал». Королев пишет ясно. «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам. Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королеву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил нельзя, что просто толкнул. Вновь повторю, я ничего не могу доказать. Нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть». Итак, наконец, что-то серьезное. О свидетельстве анестезиолога мы поговорим чуть позже. А пока о словах второй жены Королева, которая, прожив с Королевым почти 20 лет, знать не знала о том, что у него оказываются сломаны обе челюсти. Видимо, подобные травмы не относятся к разряду серьезных и в будущем не доставляют никаких хлопот. Что-то вроде мозоли. Прошло и забыл навсегда. Но он, по ее словам, нервничал перед походом к зубному. Говорила его жена Нина Ивановна. Когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал. Только вот кто не нервничает перед походом к зубному? Даже сейчас, при современных технологиях, когда лечить зубы чаще всего не больно, а так неприятно. Да и как мог Королев не нервничать перед походом к зубному, если у него и зубов-то не было? И тем более, что он болел тогда цингой еще. У него выпали все зубы. Он очень был покрыт весь этими струями, как бы, наростами такими. У него выпали все зубы. У него выпали все зубы. У него выпали все зубы. Но есть еще одно серьезное замечание. Королев, по свидетельству жены, не мог широко открыть рот. Причин этого могло быть несколько. Врожденные дефекты строения зубов. Патологические процессы на фоне ревматических болезней. Контрактура нижней челюсти, то есть патологические изменения в мышцах или связках после травмы. Нарушение сокращения скелетных мышц в результате переохлаждения. Меозит. Перекос челюсти в результате устоявшихся привычек. Например, жевание одной стороной рта, или чтение, лежа на боку, подпирая голову всегда с одной и той же стороны. Это мог быть синдром Костена, то есть возникновение тугоподвижности височно-нижнечелюстного сустава в результате нарушения минерального обмена, например. В Большой медицинской энциклопедии как раз сказано, что синдром Костена может быть обусловлен изменением нагрузки на сустав вследствие частичной или полной потери зубов. У него выпали все зубы. У него выпали все зубы. У него выпали все зубы. Или вот, например. Анкелоз височно-нижнечелюстного сустава – хронически протекающее заболевание, сопровождающееся разрушением суставной поверхности головки нижней и впадины верхней челюсти, с развитием неподвижности сочленения между нижней и верхней челюстью. Может быть врожденным, полученным в результате травмы или приобретенным в результате воспаления в течение другой болезни. Остеомелита нижней челюсти, гнойного поражения среднего уха, скарлатины, дифтерия. То есть челюстная малоподвижность могла также появиться в результате врожденных болезней или, например, травмы височно-нижнечелюстного сустава. А была у Королева такая травма? Была. Мало того, он получил ее прямо перед арестом. День 27 июня 1938 года, конечно, резко изменил жизнь нашей семьи и моего отца, конечно. Потому что отец в это время пришел домой уже. Он вообще получил ранение в голову во время испытаний каких-то деталей на работе. Он в это время работал в РНИИ, Реактивный научно-исследовательский институт. То есть это травма на работе, да? Да, получил на работе травму. Его привезли в Боткинскую больницу. Там его имел сотрясение мозга. Там зашили ему эту рану на голове. И он пока не работал еще. Арвид Владимирович Палло к тому времени уже второй год работал в отделе Королева испытателем. В 1938 году на сцене проводились испытания по отработке системы питания. Крылатая ракета 312. И подготовка ее к огневым испытаниям. Дальнейшим, как говорится, к полетным испытаниям. При проведении испытаний наблюдался вырыв трубопровода из соединения с его скраном. Я Сергею Павловичу заявил о том, что это соединение следовало бы переработать. Оно не годится нам. Может привести к аварии. Я заявил, что я на испытания не пойду. Тогда он пошел сам речный на стенд проводить эти испытания. Но при испытании произошло то, что несколько раз уже происходило. Трубку вырвало из гнезда. И трубку ударило Сергея Павловича по голове. Через некоторое время мне механикой позвонили о том, что Сергей Павлович отправлен в больницу. Это случилось 29 мая 1938 года. До ареста Королева оставался месяц. Из книги Ярослава Голованова «Королев. Факты и мифы». Вырвавшийся кусок трубы ударил Королева в висок. Как выяснилось потом, он пришелся по касательной, оставив трещину в черепе. Спасли Сергея Павловича буквально миллиметры. В двухместной палате травматологического отделения пролежал он недели две. Страшная синяя гематома почти закрывала один глаз. Итак, из всего множества возможных причин, по которым Королев не мог широко открыть рот, анестезиолог в разговоре с перестроечным журналистом Головановым, со слов Голованова, уверенно называет единственно возможную – перелом обеих челюстей вследствие пыток в застенках НКВД. К операции мы еще вернемся. А пока второй авторитетный источник – это Наталья Сергеевна Королева, дочь великого конструктора. Ни одна книга, ни один фильм, ни одно видео о Королеве, включая это, не обходится без Натальи Сергеевны. При этом воспринимается она, разумеется, не просто как биограф великого конструктора, а именно как близкий человек, имеющий некое преимущество перед всеми остальными исследователями данной темы просто по факту родства. А между тем Наталья Сергеевна совершенно не знала Сергея Павловича Королева ни как человека, ни тем более как ученого. Беспроволочный телеграф донес, что он уже был знаком с Ниной Ивановной. Меня вызвали с дачи, вот, 24 июня, и я не понимала, в чем дело. Я, как сейчас помню, сидела в ужасном виде моя мама, в ужасном состоянии, и она сказала, у тебя больше нет отца. 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 Я говорю, как нет отца? Он умер? Что случилось? Нет, он не умер, но больше его у тебя нет. Это для меня было таким ударом, страшным ударом, я очень это переживала. Ужасно переживала. Я не могла понять, как он мог променять мою маму, которую я обожала, которая была для меня идеалом женщины, и человека, и хирурга вообще. Как он мог променять ее на какую-либо другую женщину? Я была обижена, очень обида была, страшная обида. Я считала, что он нас бросил, он нас оставил, это вообще ужасно. Мать не запрещает дочери общаться с отцом. Она ставит Наташе единственное условие – не встречаться с его новой женой. Это была ее хитрость и женская месть. Ведь без жены Королев ходит только на работу. А это значит, дочь вообще не будет с ним видеться. Никогда. Наташа обожает маму и поспешно соглашается. Она на мелкие клочки рвет все фотографии отца, а при встрече открыто заявляет – ты мне чужой. Вот помню, он позвонил и поздравил Наташу с днем рождения. Она бросила трубку, и он плакал. О том, как Королев переживал разлуку с дочерью, можно только догадываться. Каждый год на ее день рождения он отправлял ей цветы. На каждый свой день рождения он присылал за ней машину. Надеялся, что хоть в этот день дочь захочет с ним встретиться. Автомобиль всегда возвращался пустым. Я очень сожалею об этом. Я очень об этом жалею. Это была большая ошибка с моей стороны. Дочь Наталья честно признается. Я не знаю, каким он был в быту и каким он был мужем и отцом. У нее не было возможности узнать отца с этой стороны. Я жила со своими двумя родителями. Очень короткое время. Четыре месяца я прожила только с ними. Четыре месяца. Четыре месяца. Четыре месяца я прожила только с ними. Для чего я упоминаю об этом? Для того, чтобы мы, слушая Наталью Королеву, помнили о том, что она стала экспертом по жизни папы через много лет после его смерти. При жизни они практически не общались, потому что Королева, по ее собственным словам, не могла простить отцу измену матери. Ну а что касается событий 1938 года, о которых она так эмоционально рассказывает, Наталье было тогда три годика. Когда мне было три года, то моего отца арестовали. Все это, разумеется, не отменяет того, что Наталья Сергеевна Королева является, наверное, самым обстоятельным и последовательным биографом своего отца. Во время работы над трилогией дочь проехала по всем местам, где бывал отец, прошла по его следам даже на Колыме, изучила дела в 16 архивах, в том числе в архиве НКВД. Уголовное дело отца ей вынесли читать в личный кабинет Берии, окна которого выходят на Лубянскую площадь. Сегодня Наталья Сергеевна Королева говорит, что знает жизнь отца досконально. Однако, слушая Наталью Сергеевну, читая ее книгу, читая ее интервью, мы должны помнить, что папа есть папа. Папа всегда прав. Для него надежность – это было критерием всего. Обязательно, чтобы все было проверено 10 раз, чтобы было все надежно. Если бы он не был уверен в надежности, я уверена, что он бы не пустил бы Гагарина. При нем никаких аварий не было. 27 августа 1957 года ТАСС сообщил об успешных испытаниях в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты. Конечно, там не было ни слова о том, что предшествовало этой победе. А было не все гладко. 15 мая. Первый пуск. После 60 секунд нормального полета отвалился боковой блок «Д». Ракета потеряла устойчивость. Второй пуск. 11 июня. После трех попыток ракета снята со старта и отправлена на техническую позицию. Только с четвертой попытки ракета достигает цели. Пройдет меньше полутора месяцев, и 4 октября такая же ракета выведет на орбиту первый в мире спутник. Поэтому я хотел бы здесь остановиться на нескольких моментах в интервью Королевой Юрию Дудю. Или любому другому журналисту, блогеру. Потому что она, как я уже говорил во всех интервью, всего лишь подробно пересказывает свою книгу об отце. Итак, первое. Запонки. Предъявили ордер на арест и обыск. И начали вытаскивать все вещи из кафов, всех там из капа. Даже вытаскивали посуду. И даже лекарства. В общем, устроили такой своеобразный погром. Мама увидела, как один из НКВДшников положил себе в карман малахитовые запонки, которые мамины отец подарил на свадьбу моих родителей. Аккуратно-аккуратно положил их себе в карман. Но сказать об этом она, конечно, не решила. Жена Сергея Павловича заметила, как чекист украл малахитовые запонки, подаренные Сергею на свадьбу. Ну, промолчала. Она говорит, видела, что чекист забрал малахитовые запонки. Видишь, в чем дело? И все. Значит... Был ли случай воровства во время обыска? Возможно. Тут вопрос в том, что именно показали зрителю из того, что рассказала Королева. Если рассказала, конечно. Потому что можно вспомнить про украденные НКВДшникам запонки, а можно вспомнить вот это. Из книги Натальи Королевой об отце. 28 февраля 1940 года отец вновь оказался в Бутырской тюрьме. Через несколько дней на Конюшковскую пришел сотрудник НКВД и принес маме записку от отца. На маленьком клочке бумаги он написал, что просит передать ему носовые платки, носки и башмаки. То есть сотрудник НКВД приносит семье врага народа на дом записку от заключенного с просьбой передать ему платки, носки и прочее? Прикольный сервис. Ну или можно было бы рассказать или дать рассказать Королевой о том, как после окончания повторного следствия Королев написал заявление начальнику главного управления НКВД с просьбой вернуть изъятые при аресте деньги и облигации, ссылаясь на то, что он теперь осужден без конфискации личного имущества, в отличие от первого раза. И как в ответ на эту просьбу семье врага народа, как его называют сегодня в документальных фильмах, семье троцкиста-вредителя-террориста, ведь его за это посадили, не так ли? Вернули изъятые деньги и выплатили компенсацию, соответственно стоимости изъятых из данных в Госфонд вещей. Королева пишет, что правда не вернули пианино и облигации. Также пришел отрицательный ответ на отдельное письмо Королева с просьбой вернуть одну из комнат в квартире. Поскольку она не являлась его собственностью, она уже была заселена. Во-вторых, удивляет то, что Наталья Сергеевна нет-нет, да и вспомнит о том, как бедно они жили в то время. То пальто кожаное всего одно, то комнаты в квартире были маленькие, то дом достался без лифта. Значит, когда отец получил квартиру, мы все переехали на Конюшковскую улицу, тогда назывался дом 28, сейчас 26. Квартира была очень маленькая, на шестом этаже без лифта. Были две смежные комнаты, одна 12 метров и другая 11 метров. Ну, так как и маленькая кухня была, кухня была 4,5 метра, и ванна была, и туалет. Причем вот даже сейчас так страшно подумать, но у меня не было детской кровати почему-то, я спала в корыте. Непонятно, поставленном на два стула, это вообще, конечно. Вот, и никакой коляски у меня, конечно, не было, потому что никаких лифтов не было, естественно. Он надел на себя единственное кожаное пальто, которое у него было, и у нас была няня. Няня была очень хорошая женщина, Лиза Корниенко. Он надел свое единственное кожаное пальто, и его взяли и увели. Кроме того, надо было решить вопрос, а как быть с моей няней Лизой, потому что денег платить ей не было, абсолютно не было. Вот так выглядела бедность в 1938 году. Двухкомнатная квартира в центре Москвы, которую не нужно покупать, ее выделило государство. Дача в Барвихе, пианино, прислуга и весьма недурной по тем временам оклад папы в 700 рублей. Еще меня удивило описание Королева и папиного заключения в лагере, которое содержит четкое разделение лагерного контингента на святых, непорочных и безвинно осужденных политических и прочее безымянное уголовное быдло. Но сначала пару слов о пребывании Королева на Колыме. Колымская память не давала ему покоя десятки лет спустя. С 1939 по 1940 год ЗК Королев находился на каторжных работах на Золотом Прииске. Просыпаясь утром в холодном бараке, он не был уверен, что вернется сюда вечером живым. Умирали на Колыме десятками тысяч от холода, голода, унижений, побоев, непосильной работы. С 1939 по 1940? Два года, что ли? Или год? Кстати, проверьте себя, сколько времени Королев работал на Колыме, вы знаете? Три месяца. С конца августа по ноябрь 1939. И уж, конечно, Королев никогда не был на каторжных работах. С 1939 по 1940 год ЗК Королев находился на каторжных работах на Золотом Прииске. Напоминаю, каторжные работы в СССР были введены в 1943 году для немецко-фашистских злодеев, бывших полицаев, пособников, шпионов и предателей. Вот, пожалуйста, конкретный пример. Хомик Андрей Тихонович, 1926 года рождения, украинец. 11 мая 1945 года осужден военным трибуналом НКВД Волынской области по статье 54.1.б УК УССР и приговорен к 20 годам каторжных работ. Статья 54.1.б – это украинский аналог 58-й РСФСР. Измена родине военнослужащим. Проще говоря, дезертирство. Обратите внимание, общество Мемориал и его клон «Открытый список» числят данного персонажа жертвой политических репрессий. За что же репрессировали Андрея Тихоновича? Ответ дает сборник документов, опубликованный на сайте Государственного архива Российской Федерации. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х. Первая половина 1950-х годов. Том 6. Восстание, бунты и забастовки заключенных. Раздел 4. Будучи призван в Красную армию, находясь на учебном пункте, в сентябре 1944 года дезертировал и в ноябре 1944 вступил в банду УПА. Участвовал в нападении на председателя сельсовета села Дружнополь. В ноябре 1944 года участвовал в засаде против работников райвоенкомата и районного отделения НКВД, в которой было убито 5 человек, 6 человек ранены и 9 человек уведено в плен. Участвовал в боях против частей Красной армии. О том, что у Королева сломаны челюсти и о том, кто их сломал, знали только самые близки. Многие знакомые не могли предположить, что крепкий статный главный конструктор прошел когда-то пытки, тюрьму и каторгу. Ну или вот Прокопчук Роман Иванович, 1923 года рождения, украинец. Военным трибуналом НКВД Ровенской области приговорен по статье 54.1а, то есть выдача военной тайны или переход на сторону врага, к 15 годам каторжных работ. Суть обвинения. В августе 43 года вступил в ОУН под кличкой Сокол. До января 44 года был связным. Проходил военную подготовку. С февраля 44 года на нелегальном положении. 4 июня 53 года убит во время беспорядков в третьем лагерном отделении Нориль-Лага. Ну и как вы понимаете, сегодня это тоже жертва. Напоминаю, что несмотря на то, что общество «Мемориал» с 2016 года имеет статус иностранного агента, его поддерживает фонд Михаила Прохорова, а также Ельцин-центр, Государственный архив Российской Федерации, Центральный архив ФСБ России, Новая газета и так далее. Люди, рассказывающие, что Королев был на каторжных работах, сами того не ведая, надеюсь, поливают его грязью, приравнивая к нацистским пособникам. 10 лет каторги. 20 секунд суд. 10 лет каторги. Все, его увели. Так вот, Королева пишет, что у отца был в лагере конфликт со старостой из уголовников, перед которым отец, цитата, «показывал свой характер», в результате чего Королев лишился части своей пайки и постоянно попадал на самые тяжелые работы. В многочисленных телевизионных сюжетах и заметках на самых разных сайтах эта информация часто умалчивается, в результате чего у зрителя или читателя формируется убеждение, что Королев голодал и был истощен из-за общих невыносимых условий в лагере. Где он уже болел цинго, и он был в ужасном состоянии, просто практически погибал. Колыма. Место на северо-востоке России. Здесь в годы массовых советских репрессий 1932-1953 годов в исправительно-трудовых лагерях с тяжелыми условиями жизни и работы последний приют нашли сотни тысяч полицеприченков. На золотом прииске начал работать и Королев. К систематическому недоеданию и цинге, жестоким морозам и измерительному труду добавился террор уголовников. Они абсолютно безнаказанно эксплуатировали так называемых врагов народа. За их счет освобождали своих от тяжелой работы, принимали пайки. К счастью, в этом аду Сергей Павлович провел меньше полугода. Нет ничего хорошего в том, что у лагерного начальства не было то ли желания, то ли возможности вмешиваться во внутренние дела заключенных. Но это совсем не то же самое, что целенаправленное уничтожение политических, инициированное властью. Очень тяжелое было то, что заключенных на политическом направлении на самые тяжелые работы. Многочасовой рабочий день, питание очень плохое, и в конечном счете еще отец заболел цингой. И был в очень плохом состоянии. И староста, ведь старосты были из уголовников. И они издевались над политическими, и гоняли их на самые тяжелые работы, и еще урезали их пайку так называемую. И в конечном счете он уже настолько ослабел, что он не мог вставать. Дочь Королева в книге «Интервью» жалуется, что несчастным политическим заключенным приходилось терпеть лишения из-за уголовников, которых помещали в тот же лагерь. Мы же прекрасно знаем, чем заканчивалась высокая концентрация тихих и интеллигентных политических заключенных в одном месте. Всякими норильскими восстаниями. Когда Королева описывает в своей книге, как уголовники унижали политических, она пишет об этом с явным осуждением. Однако, когда она переходит к рассказу о том, как папа в лагере питался за счет других заключенных, у которых крышевавший папу боксер отбирал еду, от осуждения не остается и следа. В это время на этот прииск Мальдяк был переведен из другого лагеря, был переведен заключенным Усачев. А Михаил Александрович Усачев был директором завода, на котором был построен самолет, на котором разбился Чкалов. Естественно, что его сразу арестовали. И отправили тоже на Колыму. Но он был в другом лагере, а тут его перевели сюда. Усачев был мастер спорта по боксу, тренером по боксу он был. Он был очень сильный физический человек. И он, пользуясь своей силой, вызвал старуста этого лагеря и сказал, показывай мне свое хозяйство. Они же ошли в палатку, где лежал мой отец. И там под грудой Лохмотев лежал мой отец. Он пришел в ужасное состояние. И Усачев поразился. Как он мог дойти до такого состояния? Он тогда поговорил на соответствующем языке с этим старостом. Наверное, по морду ему дал. Потому что староста довел он в такое состояние. Потребовало, чтобы отца перевели в лазарет, в медчасть. Чтобы сделали ему усиленное питание. Чтобы заключенные, эти уголовники, отдавали ему часть своей пайки. И чтобы они своего питания давали, какую-то часть пайки давали моему отцу. Дополнительное питание, чтобы уголовники ему отдавали пищу. И отец, в конечном счете, поправился там. Ну, в какой-то степени. Это понятно. Ведь папа гений и отец советской, то есть русской, космонавтики. Ну, а если кто-то из уголовников, у которых отобрали их лагерную пайку, умер от истощения? Да кто их знает, кто их помнит? У них были имена, статьи, сроки. В книге об отца Королева рассказывают историю про старика и тачку. Дескать, заключенный старик катил из последних сил тачку. Потом обессиленный упал, а бригадир из уголовников ударил его палкой по голове. Тут Королев не сдержался и дал бригадиру за трещину. Обратите внимание. В книге Королевой сказано, что эпизод с тачкой случился уже после появления Усачева. И после того, как Королев, потреблявший какое-то время чужую еду, несколько подлечился в медсанчасти. Королева пишет, что как раз авторитет Усачева и спас отца от расправы, когда он заступился за другого заключенного. В ее книге этот заключенный назван стариком, а ударивший его уголовник – бригадиром. В телевизоре же старик уже не только старик, но и профессор. Бригадир уже не бригадир, а тот самый староста, с которым у Королева был конфликт. А эпизод с тачкой, как ни странно, плавно переносится во времени до появления в лагере Усачева. Он не мог уже, этот профессор с трудом тащил свою тачку и упал. Ему было очень тяжело. И он заступился за него, он ударил этого староста после того, как тот ударил этого профессора. И староста этот стал его гонять на самые тяжелые работы и урезал ему пайку, так называемую. И состояние его было крайне тяжелое. Королев и так был болен, а голод и изнурительный труд добили его. В таком состоянии ему не протянуть и недели. Но снова вмешалась судьба. Королев должен жить дальше. Директор авиазавода Михаил Александрович Усачев когда-то работал вместе с Королевым. Сразу после гибели Чкалова он угодил в лагеря из-за того, что самолет, на котором разбился испытатель, сделали на его заводе. Вот и получилось, что из-за смерти Чкалова в ноябре 1939-го в тот самый лагерь, где умирает от истощения Королев, попадает его давний коллега Михаил Усачев. И теперь плачевное состояние Королева в лагере объясняется не личным конфликтом, а тем, что он страдал за свое благородство, заступился за политического, смело ударил староству, а староста потом ему мстил и почти уморил до смерти. Но в книге у Королева и повторюсь, иная ситуация. Уже после того, как Королев получил заступничество боксера и чужие пайки, он смог позволить себе ударить бригадира. Кстати, несмотря на сильное истощение, по словам Королевой, у отца в лагере хватало сил и времени не только на работу, на конфликты, на написание писем руководству страны, но и на зарядку, которую он делал по утрам. Ну и, наконец, сломанные челюсти. И здесь свидетельство Натальи Сергеевны Королевой вызывает ряд вопросов. Во-первых, откуда она знает? С папой она, по ее же словам, была совершенно не близка. Долго его ненавидела, общалась с ним крайне мало и уж, конечно, не на таком уровне доверия, чтобы Королев рассказывал ей о своем криминальном прошлом. Ни в книге, ни в интервью, ни в своих телевизионных выступлениях Наталья Сергеевна не сообщает, откуда именно она взяла информацию о том, что папе на допросах сломали челюсти. Они его сбивали, они сломали ему челюсти. Кстати, вам не кажется странным, что у Натальи Королевой нет в запасе истории о сломанных челюстях папы за авторством мамы, выдающегося хирурга-травматолога? Мама поступила сначала в фармацевтический институт в Одессе, один год там проучился, потом она перевелась в Харьковский медицинский институт, окончила его, и она 60 лет, ровно 60 лет работала врачом-хирургом, травматологом-ортопедом, 43 года у операционного стола она простояла, она заслуженный врач была Российской Федерацией, доцент. А вот и воспоминания самой мамы, хирурга-травматолога Боткинской больницы Ксении Максимилиановной Винцентине. Ксения Максимилиановна умерла в 91-м году, не дожив несколько месяцев до развала Советского Союза. Она, опытный хирург-травматолог, уж, конечно, должна была увидеть, что у мужа после заключения что-то не то с лицом. Странно, что она в своих воспоминаниях, в самые разгулы информационной вседозволенности, в перестройку, не оставила ни единого упоминания, никаких свидетельств об этом. Послушайте, как подробно обо всем рассказывает Наталья Королева. Кто где стоял, кто что подумал, как вздохнул, как всплакнул, который был час и так далее. Большинство этих рассказов записано со слов матери, ведь самой Королевой тогда было три года. Мать рассказала ей обо всем, даже о секретном разговоре с агентом НКВД в подвале Тимирязевского музея, который предлагал ей стать информатором, а потом взял с нее подписку о неразглашении. Но только не про челюсти. Да и еще, обратите внимание, чем дальше от нас те события, тем больше выпадают зубов и ломается челюстей у Сергея Палыча Королева. У него были сломаны, сломана была нижняя челюсть. Оказывается, у Королева был перелом нижней челюсти, и она неправильно сросла. Были сломаны челюсти. Ему сломали челюсти. Он жестоко страдал от голода и цинги, потерял 14 зубов и мог там погибнуть. Из-за цинги половина зубов выпала. У него выпали все зубы. Ему сломали обе челюсти. У него были сломаны челюсти. Они сломали ему челюсти. И сломали ему они обе челюсти. Несмотря на все, что ему пришлось в жизни испытать, все издевательства, какие только можно вообще придумать. У него были раздроблены челюсти. Раздроблены челюсти. Если вы почитаете медицинские сайты, посмотрите видео по теме, то узнаете, что перелом даже одной нижней челюсти, как правило, сопровождается сильным отеком и смещением контура лица. Как правило, все травмы сопровождаются обильным кровотечением. Больные поступают с обширными гематомами, и именно вот линия перелома, там, если мы берем нижнюю челюсть, проходит нижний луночковый нерв. Вместе с артерией. Там бывает такое сильное кровотечение, что иногда вот эта гематома, она нагнаивается. Поэтому, то есть, для профилактики таких вещей мы сразу после операционного периода пациенту назначаем антибактериальную терапию, противовоспалительную. Пациент находится на стационарном лечении где-то от 5 до 10 дней, в зависимости от сложности, ну, от степени перелома. В некоторых случаях бывает сложно определить перелом. Отсутствуют общие симптомы и видимые изменения в области лица и челюсти. Данные травмы являются опасными и могут привести к печальным последствиям. Ввиду отсутствия признаков, пострадавшему не оказывается должная помощь, и это приводит к потере драгоценного времени, а следовательно усугублению нарушений функции органов и костей черепа. Итак, на пальцах. Если травма челюстей, которую получил Королёв, не имела видимых симптомов, это должно было закончиться для Королёва трагически. Но, как мы знаем, всё обошлось, а стало быть, должны были быть вышеперечисленные последствия, вроде изменения контура лица. Самое тяжелое, наверное, это переломы верхней челюсти, которые несут именно косметическую какую-то значимость, потому что там задействованы нос, глаз, половая кость. Вот такие переломы достаточно сложно. Иногда приходится оперировать несколько этапов. Поэтому в косметическом плане, да, вот средняя зона лица, она самая тяжелая. Кроме того, первый же медицинский сайт, который я открыл, сообщает, что полная утрата зубов ведёт к изменению пропорции формы лица. Итак, Сергей Павлович Королёв вернулся с Колымы в Москву в 1940 году, где впервые после ареста встретился со своей женой, практикующим хирургом-травматологом Боткинской больницы. К этому времени у Королёва, как мы помним, не осталось ни одного зуба, и он имел достаточно свежие переломы обеих челюстей. А по некоторым данным, челюсти были не просто сломаны, а раздроблены. У него были раздроблены челюсти, раздроблены челюсти, раздроблены, 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 раздроблены челюсти. И что же? В воспоминаниях Натальи Королёвой, написанных со слов матери, жены Королёва, нет ни единого упоминания об изменившемся внешнем виде Королёва, кроме того, что он похудел. Не сможем найти никаких принципиальных отличий в контуре лица Королёва и мы с вами. Вот фотография, сделанная в день ареста Королёва. А вот фотография, сделанная в Бутырской тюрьме, в Москве, в первый день его прибытия с Колымы на пересмотр дела. Сравните контур лица и попробуйте найти какие-нибудь отличия. Никаких искажений. Еще раз напоминаю, вы смотрите на человека абсолютно здорового и на человека, у которого полностью отсутствуют зубы и недавно сломаны, а то и раздроблены обе челюсти. Учитывая тот факт, что тюремная медицинская помощь вряд ли была хорошей, при такой серьезной травме у Королёва должны были быть ярко выраженные последствия. Проще говоря, лицо его должно быть перекошено. Вот так, так или вот так. В 70% случаев производится оперативный метод лечения. 30% мы берем на то, что если у пациента сохранены все свои зубы и есть достаточные условия для наложения шины и ручной репозиции, такие пациенты обходятся без операции. Мы сейчас на данном этапе используем пластинки титановые, которыми фиксируем челюсть. То есть период реабилитации у таких больных сейчас короче, чем раньше, когда мы работали проволокой, там приходилось больному накладывать шину, с которой он ходил где-то от 21 до 30 дней. Сейчас при использовании титановых мини-пластинок период реабилитации сокращается до где-то 15 дней. Либо длительное ношение специальной шины, либо операция. Да, лечение могло быть проведено ортопедически. Но это означает, что для того, чтобы избежать серьезных последствий, в том числе изменения внешности, Королёву пришлось бы довольно продолжительное время носить специальную шину, о чем не сказано почему-то ни в одной из его биографий. Такую, такую, или даже такую, зависит от вида и степени тяжести перелома. Учитывая переломы обеих челюстей, при которых челюсти были раздроблены, вряд ли тут можно было обойтись без серьезного хирургического вмешательства. Но, находясь в тюрьме, Королёв избежал всех возможных осложнений, заражений, нагноений, воспалений. Контур лица Королёва совершенно не изменился, даже несмотря на то, что, согласно заверению его дочери, у него в лагере выпали все зубы, да еще и сломаны обе челюсти, а, согласно свидетельству Алексея Леонова, челюсти были не просто сломаны, а раздроблены. Нам остается признать, что либо советская тюремная медицина в то время творила чудеса, и челюсти Королёва срослись просто шикарно, либо рассказ о сломанных челюстях откровенное вранье. Впрочем, есть еще божий промысел. Да, но как же сам Королёв, спросите вы? Может быть, он кому-то рассказывал о том, что с ним творили наследствии? Да, разумеется. И кто же этот человек, которому доверился главный конструктор? Угадайте с трех раз. Сейчас его станут бить. Эту историю за всю свою жизнь Королёв расскажет только однажды космонавтам Юрию Гагарину и Алексею Леонову. 12 часов все стали расходиться. И мы тоже одеваться. И вдруг он говорит, а вы останьтесь. И мы остались с Юром вдвоем. Был накрыт угол стола, поставлена бутылка коньяка, и начался разговор. И он начал нам рассказывать, как исповедь. Он рассказал о том, как его брали, Как его пытали. Как он был в тюрьме, как его пытали. Вот он, говорит, сидит комсомолец, а еще, говорит, маленькая деталь, у него значок на груди. Сидит комсомолец, комсомольским значком. Ну, воды хочешь. Водички хочешь. Ну, что, ученый, хочешь воды? Да. Наливает стакан. Он наливает стакан в воду. Беру стакан, поставляю. Я беру стакан, у меня бьет графином по голове. А кто об этом? Графина бьет по голове. Ну, я, говорит, потерял сознание, там прихожу, он говорит, липкие ученые пошли. Вот-то еще ученый, не можешь выдержать. Вот это такой удар-то, подумать там графином. Однако, даже если принять за правду, рассказанную Леоновым историю, в ней нет ни слова о сломанных челюстях. На очередной допрос вызвали ночью. Когда Королева ввели в кабинет, следователь уже сидел за столом, листал дело. Следователь был новый, он еще ни разу не допрашивал Королева. Его допрос ничем не отличается от всех предыдущих. Одни и те же вопросы и все те же известные ответы. Следователь встает из-за стола, наливает из графина стакан воды. Хочешь пить? Королев берет стакан, делает несколько глотков. От острой боли Королев потерял сознание. Очнулся, когда в лицо плеснули холодной водой. Королев попытался что-то сказать, но не смог. Рот не открывался. Нижняя челюсть была сломана. Следователь стоял рядом. Ученый, а такой хлипкий, иж сознание потерял. После этой травмы Королев разучился смеяться. Широко открытый рот причинял нестерпимую боль. Но самое страшное случится через 20 лет. Из-за травмы челюсти врачи не смогут спасти ему жизнь. Здесь уже связали удар графином с переломом челюсти, но пока еще только одной. Оперировали лучшие хирурги страны. Борис Петровский и Александр Вишневский. И сначала все шло по плану. Но как только удалили полип, началось сильнейшее кровотечение. Операция перестала быть пустяковой. Чтобы перейти на усиленный наркоз, в трахею пациента нужно было ввести специальную трубку. Но это не получится ни у одного из троих опытных анестезиологов. Операцию продолжат под масочным наркозом. Только потом медики узнают причину. Оказывается, у Королева был перелом нижней челюсти. И она неправильно срослась. Королев никогда и никому не рассказывал о том, как в 1939 году на допросе следователь со всей силы утарил его графином по лицу. Как он потерял сознание и как очнулся от нестерпимой боли. Позже удар графином по голове намертво прилип к сломанным челюстям. С годами количество сломанных челюстей росло, а удар графином смещался все ниже, от темечка к челюстям. И однажды две легенды встретились. Обстоятельства его смерти долгое время вызывали вопросы. В 60-е и 70-е годы была очень популярна версия о том, что Королева убили. Ведь простая операция по удалению по липу, в ходе которой и умер Сергей Королев, не может привести к летальному исходу. Что же случилось на самом деле? Во время операции медики обнаружили в теле Королева опухоль. Требовалось срочное удаление. А для этого был необходим общий наркоз. В 60-е общая анестезия вводилась с помощью трубки через трахею. И когда медики попытались ввести эту трубку, возникли непредвиденные сложности. Ключевую роль сыграла скрытность Сергея Павловича. Он не любил рассказывать о своем тюремном прошлом и не предупредил врачей о травме, полученной в Бутырской тюрьме. Тогда ему сломали челюсти стеклянным графином. После чего Королев потерял возможность широко открывать рот. Анестезиологи не смогли ввести Королеву наркоз через трубку в трахея и использовали маску с эфиром, что привело к остановке сердца. Так сказалась травма, полученная Королевым при допросах по сфабрикованному делу. Ну, наконец-то. Думаю, лет через 30 по телевизору будут рассказывать, что сразу после удара графином следователь изнасиловал Королева. А для придания достоверности рассказу в кадре будет сидеть и кивать головой какой-нибудь троюродный проправнук. На допросах зверски пытали. Сломали обе челюсти, ударив графином по скуле. И еще одна немаловажная деталь относительно бывшего советского космонавта Леонова. Алексей Архипович любил, как бы это помягче сказать, присочинить. Немного. Самую малость. Чуть-чуть. Помните, в разборе антисоветской сказки «Время первых» мы изучили фрагмент книги Леонова, где он рассказывает об аресте своего отца. О том, что отец его был ни в чем не виноват и посадили его ни за что, а он всего лишь хотел зарубить топором председателя колхоза. И о том, что приговор его отцу вынесла тройка в составе председателя колхоза, порторга и бухгалтера. Нестерпимое желание фантазировать у Алексея Архиповича было настолько очевидно, что даже в документалках Первого канала говорят об этом прямым текстом. Его вызвали на пересмотр дела в Москву. Алексей Леонов вспоминает, что рассказывал об этом сам Сергей Павлович. Меня вдруг вызывает, говорит, поезжай в Магадан и оттуда пароходом на Большую Землю и в Москву. выхожу из ворот и солнце такое брызжет в глаза. Я поворачиваюсь на ворота, смотрю, черное все, серое стоят мои друзья за колючую проволоку руками держатся. Страшная картина и солнце. И я пошел навстречу солнцу. И здесь легенда переплелась с реальностью. Никуда он не пошел, а под надзором конвоира ЗК Королева повезли в Магадан. Ну и чтобы закрыть тему космонавт Леонов после развала Советского Союза, достаточно вспомнить про последнего председателя КГБ СССР Вадима Викторовича Бакатина. Борис Ельцин. Записки президента. Не менее важно было найти достойного человека на роль руководителя КГБ. Тем более перед ним стояла задача разрушить эту страшную систему подавления, которая сохранялась еще со сталинских времен. Человек, вступающий в эту должность, обязан был иметь опыт руководства властными структурами. Бакатин, который до пуга возглавлял Министерство внутренних дел, как мне казалось, мог справиться с этой работой. Это было достаточно неожиданно, но Горбачев согласился. Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович. Санкции Горбачева 5 декабря 1991 года Бакатин в знак доброй воли передал послу США в СССР техническую документацию, относящуюся к установке и использованию сверхсекретных подслушивающих устройств в новом здании посольства США в Москве. Пакет совершенно секретной документации о системе подслушивающих устройств и о том, как эти устройства работают, включал не менее 70 листов. Из статьи историка спецслужб и правоохранительных органов Сергея Альбертовича Холодова Суть этой уникальной системы заключалась в том, что роль прослушивающего устройства исполняли сами материалы и конструкции, из которых строилось новое здание американской дипломатической миссии. Поэтому вычислить, откуда именно из посольского здания утекает секретная информация, было в принципе почти невозможно. Для этого понадобилось бы разбирать все здание, вплоть до несущих стен и перекрытий. Система прослушки американского посольства в Москве была настолько совершенна, что американцам понадобился бы не один десяток лет, чтобы полностью вычислить всю схему и понять смысл ее работы. Поэтому подарок Бакатина все нормальные соотечественники расценили как беспрецедентное по своему масштабу и цинизму предательство своей страны. Из интервью с Вадимом Асташиным, братом и биографом Вячеслава Асташина, автора-изобретателя прослушивающей системы. Что же касается нового здания посольства в районе Арбата, то оно представляло собой по существу огромный микрофон. Он опирался на тысячи точек, вмонтированных в кирпичи и бетонные плиты. Энергетическая подпитка таких устройств вечно, поскольку осуществляется за счет естественной вибрации несущих конструкций, тепловых коммуникаций и даже циркуляции водяных паров внутри стен. Проанализировав полученную от Бакатина информацию, американцы узнали техническую характеристику всего комплекса, его возможности, и сделали более или менее обоснованные выводы о наших перспективных направлениях работы как с научно-технической, так и с оперативной точки зрения. Все это нанесло огромный ущерб интересам России. Был крупнейший провал КГБ. Американцы поймали нас, обнаружили жучки в своем занятии. Это было в 1982 году. Но поскольку мы жили за железным занавесом, и поскольку все наши средства массовой информации были, знали, как и что говорить, это была провокация названа американская, опять империализм раздувает, что-то такое. Но с 1982 года до 1991 9 лет, если мы считаем американцев за полных идиотов, технически отсталых, на уровне какой-нибудь пальмовой ветки, то тогда, конечно, они ничего не узнали, что в этом здании. Но если они все-таки по техническому уровню, мы говорим, что они хороши и мы хороши, то они получили на 9 лет свои руки здания, где обнаружили жучки. Вы не расковыряете там седа единого жучка или расковыряете? По данным нашей же разведке американцы знали всю схему полностью. Наша разведка знала, что они все знают, и мне дали ту справку, что эта схема, во-первых, она уже не жизнеспособна, потому что с 1982 года мы же все выдернули, что можно было выдернуть, понимаете, мы же ее разрушили. Мы сказали, это провокация, и было решение Политбюро прекратить это, так сказать, все это делать. То есть, это пустая, неработоспособная, известная американцам схема. из интервью первого руководителя КГБ РСФСР Виктора Валентиновича Иваненко. Он сдал систему, не посоветовавшись с профессионалами. Я об этом узнал только по радио. Бакатин потом говорил, что этот шаг он согласовал с обоими президентами СССР и РСФСР. У него было письмо с их визами. Но разве это компетенция президентов? Думаю, что они не понимали, к чему это может привести. А для сотрудников КГБ это был удар. Сдавать святая святых технику подслушивания в посольстве, если не противника, то конкурента. Бакатин оправдывался, мол, американцам все равно об этом было известно. Ничего подобного. Там была применена совершенно новая технология. Элементы звукопроводящей системы были замурованы в кирпичах. Мы их получали от зарубежных поставщиков, это было ноу-хау. Строили зарубежные подрядчики, которым американцы доверяли. КГБ завербовал подрядчиков. Так вот этот человек, Вадим Викторович Бакатин, в итоге работал советником в инвестиционной компании «Восток Кэпитал», куда его пригласил член консультационного совета «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс», президент и председатель совета директоров компании «Восток Кэпитал», летчик-космонавт Алексей Леонов. В интервью журналисту Олегу Кашину Бакатин признавался, что обеспечивал крышу со стороны МВД предприятием компании. Из статьи Олега Кашина «Сейчас это принято считать почти преступлением. Пройдет сколько-нибудь лет, я на это даже надеюсь, и отчаянная попытка разрушить КГБ и освободиться от идеологии чекизма будет считаться подвигом». Вадим Бакатин был, наверное, самым ненавидимым начальником госбезопасности, хотя в реальности он был, скорее всего, самым порядочным хозяином Лубянки. А теперь давайте представим, что Королев действительно рассказал Леонову о том, как... Нет, не о том, как ему сломали челюсти, Леонов же об этом не рассказывает, о том, что его ударили графином на допросе. Можно ли верить этому рассказу? Не был ли склонен автор этого рассказа к, скажем так, некоторым преувеличениям? В своей книге о Королеве Ярослав Голованов проводит подробное исследование относительно интервью Королева и других его свидетельств о его поездке в Калугу в гости к Циолковскому и приходит к неожиданному выводу. Этой поездки не было. Причем это не просто легенда, а намеренное искажение фактов прежде всего самим Королевым, а затем уже его биографами и журналистами. Немногочисленные свидетели встречи Королева с Циолковским, которые нашлись уже после смерти главного конструктора, путают даты, время дня приезда Королева в Калугу, погоду, возраст Королева и по-разному рассказывают о том, приехал ли Королев один или с кем-то. Циолковский в воспоминаниях одного из очевидцев был одет в черный костюм. Коева, по свидетельству его внука, большого знатока истории семьи, у него никогда не было. А Королев в кожаное пальто, которое появилось у него, как установил Голованов, не в 1929 году, когда он якобы встречался с Циолковским, а в 1932, когда Королев был уже начальником Гирда, и пальто это ему выдали. Да, то самое единственное, в котором его и увезли потом в тюрьму в 1938. А в одном из воспоминаний и вовсе сказано, что Циолковский, вспоминая о визите к нему Тихонравова и Королева, уточняет, это из Гирд. Но группа изучения реактивного движения образовалась лишь в конце 31-го, начале 32-го годов. Поэтому ни Тихонравов, ни Королев не могли, если они приезжали в 29-м, быть из Гирд. Кроме интервью главного конструктора, Ярослав Голованов приводит документы, заполняя которые, Королев своей рукой писал о том, что встречался с Циолковским. В анкете, заполненной им в марте 1952-го года, Сергей Павлович отмечает. С 1929 года, после знакомства с Циолковским, стал заниматься специальной техникой. В автобиографии, написанной через три месяца, опять находим чуть подправленное, но вполне определенное. С 1929 года, после знакомства с Циолковским и его работами, начал заниматься вопросами специальной техники. «Наконец, в заявление, отправленном Королевым 30 мая 1955 года в главную военную прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации, читаем. Еще в 1929 году я познакомился с Циолковским и с тех пор я посвятил свою жизнь этой новой области науки и техники». Таким образом, существует три собственноручных заявления Королева о том, что в 1929 году он познакомился с Константином Эдуардовичем Циолковским. Далее Голованов пишет. Ничто не указывает на то, что в 1929 году Королева интересует ракетная техника. Это увлечение придет позднее. Мать Сергея Павловича, Мария Николаевна, у которой он жил, не помнила, чтобы сын ездил в Калугу в 1929 году. Его первая жена, Ксения Максимилиановна Винцентине, рассказов о поездке Королева в Калугу, не помнит. Один из ведущих проектантов АКБ Королева, Илья Владимирович Лавров, на вопрос, доводилось ли ему бывать в Калуге у Циолковского, получил от Королева отрицательный ответ. Вторая жена Сергея Павловича, Нина Ивановна Королева, вспоминала. Когда мы приехали в Калугу на закладку памятника Циолковскому, мы, конечно, посетили и его домик. Нелогично ли было именно в этот момент вспомнить, как он сюда приезжал в молодости? Но нет. Да и рассматривал Сергей Павлович домик так, как рассматривают люди впервые увиденное. Почему ни в одном своем публичном выступлении Королев никогда не вспоминает поездку к Циолковскому? Задает вопрос Голованов. Почему не намекает на свое знакомство с ним ни в одной газетной статье? Не пишет об этой встрече в своей книге по ракетной технике? Почему, рассказывая слушателям высших инженерных курсов о Циолковском 22 мая 1949 года, Королев умалчивает о своей поездке 20-летней давности? Почему в сентябре 55-го года на юбилейной сессии МВТУ имени Баумана Королев вспоминает Циолковского, но опять-таки не говорит, что он, студент-бауманец, был у него дома, беседовал с ним? Почему, наконец, дважды выступая с развернутыми докладами на торжественных юбилейных вечерах в честь Циолковского в 47-м и 57-м годах, Сергей Павлович ни слова не сказал о встрече с Константином Эдуардовичем? Хотя трудно было бы найти для этого более подходящий повод. Однако надо остановиться. Ведь утверждая, что Сергей Павлович не ездил к Циолковскому в 1929 году, мы изобличаем не только недобросовестных журналистов и мемуаристов. Утверждая это, мы тем самым как бы изобличаем самого Королева. Существует ведь еще три документа, где он сам своей рукой пишет, что встреча была. Тогда получается, что Королев писал неправду. Увы, получается именно так. Нина Ивановна Королева, жена Сергея Павловича, рассказывает, «Однажды в первых числах января 1966 года Сергей Павлович вдруг сказал, «Должен тебе признаться, что я как-то плохо помню старика Циолковского». Эти его слова я запомнила дословно. У меня на языке крутилось тогда сказать ему, «А чего же ты врал?» Но я смягчила свой вопрос. «Сережа, а что же ты так много неправды говорил?» «Я фантазировал». Голованов пробует обойти острые углы и предполагает с подачи второй жены Королева, что фантазии Королева были вызваны необходимостью. Дескать, анкеты с упоминанием о встрече относятся ко времени, когда еще не реабилитированный Сергей Павлович подал заявление с просьбой принять его в партию. Королеву, мол, нужно было повысить свой авторитет. Однако непонятно, зачем Королев в письме академику Топчиеву писал о своем знакомстве с Циолковским. Это из той же книги Голованова. Непонятно, также зачем в таком случае врать жене, ведь она не принимает в партию. Как бы здорово было, если бы Сергей Павлович съездил тогда в Калугу. Да, он бы непременно съездил, если бы догадался, как украсит в будущем этот факт его биографию. Какую замечательную символику обретет история нашей космонавтики. Обязательно бы съездил. Но что делать? Возможно, Королеву было просто неприятно, что Тихонравов и Клеймёнов встречались с Циолковским в 1934 году, и это неоспоримый факт, ведь сохранились фотографии встречи. Вот он и придумал эту поездку, вернее, взял действительно имевшую место поездку, только вместо расстрелянного Клеймёнова вставил себя. В разных документах есть, например, разные даты начала работ в ракетной технике. В автобиографии от 18 августа 1944 года читаем. По реактивной технике работаю с 1929 года, хотя известно, что реактивной техникой Сергей Павлович в 1929 году и в 1930 тоже не занимался. Год спустя в другой автобиографии читаем. С 1931 года работал по специальной технике в РНИ НИИ-3. Да, работал, хотя опять-таки известно, что в 1931 году и в 1932 тоже никакого РНИ и НИИ-3 еще не было. И немало еще разных других фантазий встречаем мы у Сергея Павловича. Есть и более убедительное свидетельство того, что Королев любил, мягко говоря, забегать вперед. В номере 5 журнала «Техника молодежи» за 1935 год Королев публикует статью «Ракета на войне» в соавторстве с летчиком Бурче. В статье Королев пишет о том, что в результате работы РНИ в последние годы уже небезуспешно летали первые советские ракеты, а также планер с ракетным двигателем. К публикации прилагалось фото с надписью «Полет советского ракетного планера, управляемого пилотом С. Королевым». Первый ракетопланер полетел 28 февраля 1940 года и Королев его пилотировать по известной причине просто не мог. Сидел. А в 1935-м после разбирательства в институте Королева обвинили в саморекламе, что, впрочем, не заставило его дать в журнале опровержения. Кстати, на ракетопланере Королева в 1940 году, на котором Королев в своем воображении в статье «Техники молодежи летал уже в 1935-м», был установлен двигатель Душкина, которого Королев в своих письмах на имя Сталина и Берии называл вредителем. А теперь о том, каким образом якобы сломанные, а то и вовсе раздробленные челюсти Королева явились причиной его смерти. Из книги Ярослава Голованова. Известно, что у Королева была от природы короткая шея, но только на операционном столе выяснилось, что интубационная трубка не входит через рот, хотя можно было все примерить, прикинуть заранее. Почему это не было сделано? Королев скрывал, что у него короткая шея, объяснял мне Петровский. А главное, он скрывал, что у него были сломаны челюсти, и он не мог широко открыть рот. Оперируя людей, прошедших ужас и репрессии 30-х годов, я довольно часто сталкивался с этим явлением. У меня нет никаких сомнений, что во время допросов в 1938 году Королеву сломали челюсти. Это обстоятельство и заставило нас сделать ему трахеотомию, разрез на горле, чтобы вставить трубку. Борис Васильевич Петровский это хирург, который оперировал Королева. В диалоге с Петровским, который приводит Голованов, непонятно решительно все. Во-первых, непонятно, как именно Королев скрывал, что у него короткая шея. Всю жизнь проходил с поднятым воротником, вытягивал шею на селфи с помощью специального приложения, улыбался вертикально. Как? Да на любой фотографии, на любых кадрах кинохроники отчетливо видно, что у него короткая шея. И только хирурга, перед которым лежит обнаженное тело, готовое к операции, удалось обмануть. Иначе, как глупым, беспомощным враньем это высказывание назвать не получится. Темно-карие глаза, сверлящие. Короткая шея посаженная. Во-вторых, что значит у меня нет никаких сомнений? Он определил перелом обеих, вдумайтесь только в это, перелом обеих челюстей почти 30-летней давности. Вот так на глаз без всякого рентгена, исключительно пальпированием. И это при том многообразии вероятных причин невозможности широко открыть рот, о которых мы уже говорили. Лечение пострадавшего с нижней челюстными травмами определяется, исходя из характеристик полученных повреждений. Прежде чем начать лечение, необходимо в точности определить зону локации перелома, а также его тяжесть. Для этого проводится рентгенографическое сканирование, внешний осмотр и пальпирование зоны поражения. Без детальной диагностики определить степень повреждения невозможно. Как выявить перелом челюсти? При диагностировании различных переломов, как правило, достаточно снимка рентгенографа. С травмой челюсти все гораздо сложнее. Обычная рентгенография проблематична из-за строения лицевого скелета и наслоения одной кости на другую. Здесь используют обзорную проекцию, показывающую фаз черепа. Но и обзорной рентгенограммы недостаточно, так как она не может выявить отломки, попавшие внутрь черепа. Содействие в диагностировании оказывает МРТ и компьютерная томография. Их разрешение позволяет одновременно выявлять повреждения и лицевых, и внутричерепных костей. В-третьих, даже если опытный хирург без рентгена нащупал двойной перелом челюсти, каким образом он смог его датировать, да еще и установить, что перелом был получен именно на допросах в НКВД? Как? Каким образом? Кто ему об этом рассказал? Королев? Так он умер у них там, не приходя в сознание. Что это вообще за врач такой, фантазирующий о том, где и при каких обстоятельствах больной получил перелом, вместо того, чтобы предоставить сухие медицинские факты? Что свидетельствовало о переломе? Как было установлено его наличие? Как было установлено, что перелом двойной, и верхней, и нижней челюсти? По свидетельству хирурга, медсестры и анестезиологов, операция проходила очень напряженно. Вместо небольшого полипа, который собирались быстро удалить, и разойтись у Королева обнаружилась огромная, размером с кулак, злокачественная опухоль. Не прекращалось сильное кровотечение. А тут еще не открывается рот. Нашли ли они время для установления причины невозможности открыть рот прямо во время сложной операции? Или установили эту причину, осматривая труп? Применялся ли при осмотре рентген? Если да, то сохранились ли снимки? Дочь Королева утверждает, что у папы в лагере выпали все зубы, импланты тогда не ставили. Значит, Королев всю оставшуюся после лагеря жизнь проходил со вставными съемными протезами, имитирующими верхние и нижние ряды зубов. Мог ли хирург заранее извлечь протез? Ведь это должно было облегчить введение интубационной трубки. Почему ни хирург, ни анестезиологи ни разу нигде, ни словом не обмолвились о том, что у Королева не было своих зубов, а были протезы? Почему врач говорит, что челюсти сломаны, а не раздроблены? Это совершенно разные по тяжести травмы. Сохранились ли какие-то документы, свидетельствующие об обнаружении у пациента сломанных челюстей? Ведь врачи должны были как-то обезопасить себя. В их интересах было сделать медицинское заключение о том, что в результате обнаружившегося уже на операционном столе прямо во время операции дефекта челюсти провести операцию правильно не удалось, что привело к смерти пациента. Даже если водителю поцарапают служебную машину, он постарается зафиксировать это, чтобы не платить. А тут смерть человека на операционном столе, в кремлевской больнице, главного конструктора. И вместо ответов на все эти вопросы пассаж «Про у меня нет никаких сомнений» журналисту Голованову. И это все. И потом Борис Петровский, хирург, знаменитый хирург, кстати говоря, знаменитый, которым вы тоже гордитесь, конечно. Он говорил, оперируя людей, прошедших ужасе, репрессии сталинских, Петровский сказал, что Королев скрывал, что у него сломаны челюсти. А сам Петровский говорит, я часто сталкивался с этим явлением. У многих людей были сломаны челюсти на допросах на Лубянке. У меня нет никаких сомнений, что значит, а вот, ему приходилось сделать трахеотомию. Когда его заставляли глотать трубку, там, когда его лечили, Королева, он не мог, потому что челюсти срослись плохо, и он не мог открыть, как бы, он не мог открывать рот для, ну, понятно, да? Поэтому, говорит, мы ему разрезали горло, чтобы вставить трубку, потому что он не мог глотать. Он не мог глотать. Ну, из-за того, что были сломаны челюсти, патриотами с Лубянки. Это же патриоты ломали или какие-то либералы? А? Это... Это... И это, вдумайтесь, протрите уже глаза, рассказчики страшилок, фантазеры и фантазерки, молодые и старые. Это единственное свидетельство о том, что Королеву на допросах сломали челюсти. Единственное. Крайне сомнительное предположение врача в пересказе журналиста Голованова. Да, и по поводу того, что пришлось сделать трахеотомию, то есть разрез на горле, чтобы вставить трубку. Куда же мы теперь денем дочь Королева, без которой не обошелся ни один документальный фильм про главного конструктора, будь то бездарная поделка для Первого канала или госзаказ в интернете в исполнении Дудя. Потому что, может быть, надо было даже трубку прямо в трахею вставить. Конечно, трахею. Тогда этого не сделали. Боялись ответственности. Все всего боялись. Не сделали, оказывается. Ну, Королевой там не было, правда. Но для чего-то же ее показывают десятилетиями по центральным каналам страны. Для чего-то ее рассказы спешат закрепить посредством интернета. А то вдруг еще не вся молодежь знает, что в смерти великого гения виновата трижды проклятая система. Именно в эту минуту судьба Королева начала обратно отсчет. От удара, нанесенного в 38-м, Королев умрет спустя 27 лет и 6 месяцев. Королева в своей книге об отце помимо однозначной байки о сломанных челюстях, запущенной когда-то Головановым, упоминает и о том, что у Королева была короткая шея, из-за чего и не получилось ввести трубку. Говорит она об этом и в некоторых интервью для телевидения. Но в фильме «Дудя» об этом уже нет ни слова. Кстати, если для обсуждения причин смерти Королева приглашают космонавта Леонова, то почему бы не послушать одного из ближайших соратников Королева, советского ученого, конструктора, академика РАН, доктора технических наук, Бориса Евсеевича Чертока. Оперировали Сергея Павловича Петровский и Вишневский. Кроме полипов, у него обнаружили саркому. Было сделано все возможное, но сердце не выдержало. Операция длилась больше четырех часов. Сердечная недостаточность под конец нарастала очень быстро. Оказалось, что Королеву долго не удавалось ввести в дыхательное горло трубку аппарата для искусственного дыхания. Такова была индивидуальная особенность посадки его крупной головы на короткой шее. Но так как у него были сломаны челюсти во время допросов, у него голова не откидывалась назад. За движение головой отвечают мышцы шеи, а также трапециевидная мышца. Каким образом этому движению мешали сломанные лицевые кости, которые, к тому же, как мы выяснили, просто великолепно срослись в тюремных условиях, непонятно. Я сама по профессии врач. Я с золотой медалью окончила московскую школу номер 243. Потом я с отличием окончила первый московский медицинский институт. У него голова не откидывалась назад. У него голова не откидывалась назад. У него голова не откидывалась назад. Голова не откидывалась назад. Между тем, в медицинских статьях и учебниках одной из причин трудной интубации наряду с малоподвижной нижней челюстью, действительно названа короткая шея. Как прореагирует сердце больного на общий наркоз, никто сказать не мог. В больнице Королёва ни разу не сделали ЭКГ. Вначале наркоз давался закисью азота, который не даёт расслабления мышц. Петровский принял совершенно правильное решение – лапаротомия, вскрытие. Но для такой операции наркоза не хватало. Больших баллонов с кислородом не было, обходились маленькими, которых хватало на 20 минут. Всё это усилило и без того высокое напряжение всех людей в операционной. Вот тут Савинов и вызвал Гебеля, который сразу ввёл Сергею Павловичу релаксанты – препараты, снимающие напряжение мышц, но одновременно как бы выключающие самостоятельное дыхание. Теперь надо было дышать за Королёва. Как? Маска запрещена, интубационная трубка не входила, короткая шея. Оставалась только трахеотомия, разрез на горле и ввод трубки в трахею. Гебель всё-таки поставил маску и теперь дышал за Королёва. Когда заговорили о трахеотомии, возразил – пока не надо, он хорошо идёт на руке. Но во время смены баллончиков рукой засасывался уже не кислород, а воздух. Значит, всё-таки трахеотомия. Но главная неожиданность – опухоль, большая, больше моего кулака, показывал Петровский. Сергей Наумович Яфуни, ученик Петровского, анестезиолог, непосредственного участия в операции не принимал. Приехал уже в конце её. Он рассказывал мне. Когда операция была закончена, хирурги были счастливы. Боря, Саша, всё хорошо получилось. Остановка сердца произошла через 30 минут после окончания операции. Через несколько часов на вскрытии патологоанатом скажет – вообще непонятно, как он ходил с таким сердцем. Гебель утверждает – совесть Петровского, как хирурга, абсолютно чиста. Как же случилось, что человека, который так много значил для страны, не смогли уберечь? Врачи поставили диагноз – полип прямой кишки. Сказали – неприятно, но не опасно. Просто надо найти время, чтобы его удалить. Академик Петровский, светило хирургии и министр здравоохранения СССР, сам вызвался оперировать особого пациента. За два дня до операции Петровский сам лично делал ему бралбиопсию. И биопсия показала, что это полип – доброкачественное образование. И Петровский хотел просто взять щипцами и удалить этот полип. Но когда он его откусил, то началось массивнейшее кровотечение. Остановить его со стороны прямой кишки было невозможно. Поэтому пришлось делать ляпаратомию, то есть скрывать живот. И там обнаружена была опухоль. Врачи были растеряны. Опухоль требовалось срочно удалять. Но к этому оказались совершенно не готовы. Пациент лежал под эфирной маской. Из-за сломанной когда-то в тюрьме челюсти ему не смогли вставить в горло трубку для наркоза. Был другой способ обеспечить дыхание – сделать отверстие в трахеи и ввести трубку через него. Но профессор Петровский, проводивший операцию, от этого отказался, опасаясь осложнений. Пациент и без того истекал кровью. Ему надо было сделать трахеостому. Но почему-то, почему-то эту трахеостому не сделали. И дали ему пироговский наркоз. То есть ему лили эфир на маску. Так, как это было когда-то, в конце 19 века, когда была крымская компания. Ну, это чудовищно, понимаете? Можно предположить, что на врача давила ответственность за судьбу пациента, который так много значил для страны. И потому доктор принял решение остановить операцию и пригласить в клинику главного хирурга Министерства обороны СССР Александра Вишневского. Прошел еще час, прежде чем оба хирурга приступили к удалению опухоли. И он дышал все это время эфиром до самого конца. Но опухоль разве так удаляют? Разве в таких условиях? Разве такому человеку? Разве пироговский наркоз? Разве все? Тут столько разве, что раздаются одни сплошные вопросы, и на которых нет ответа. Вместо 40 минут операция длилась почти 8 часов. Наконец, опухоль удалена. Два светила медицины, профессора Петровский и Вишневский, удаляются в ординаторскую, оставив Королева приходить в себя на операционном столе. Но внезапно, через полчаса, его сердце останавливается. Я разговаривала с главным анестезиологом нашей страны, академиком Бунатьяном. Армен, почему умер мой отец? Он сказал, Наташа, это наша смерть. Наша анестезиологическая смерть. Гипоксия. Операция была сделана. Она была сделана для того времени нормально. Конечно, ужасно то, что не смогли нормально дать наркоз ему. Вот в чем причина. Опять челюсть была, у него шея была короткая. Шея короткая, сломаны челюсти. И анестезиолог, который приходил к нему накануне операции, он просто не думал, что это понадобится. По такому вот трагическому стечению обстоятельств, эту трубку ввести в просвет трахеи моего отца не удалось. С одной стороны, потому что у него, может быть, была короткая шея, что у него не отгибались, голову нельзя было отогнуть назад, для того, чтобы ввести эту трубку. У него плохо открывался рот. Короче говоря, три опытных анестезиолога это сделать не смогли. Для продолжения операции надо было ввести дыхательную трубку в трахею. Но опытные врачи сделать этого не смогли. Как выяснилось позже, в 1938-м во время допроса следователь сломал королеву челюсть. После этого он не мог улыбаться и широко открывать рот. Вот так Королев улыбался до ареста. А вот так он улыбался после освобождения. После этого он не мог улыбаться. После этого он не мог улыбаться. После этого он не мог улыбаться. Эфирный наркоз, неприменимый при длительных операциях, сделал свое дело. Смертельный удар, нанесенный Королеву в 1938-м, достиг цели. Из большой медицинской энциклопедии. Интубация. В некоторых случаях, ввиду анатомических условий, короткая шея у тучного больного, узкая голосовая щель, длинные верхние резцы, короткая нижняя челюсть, крупный мясистый язык, ограниченная подвижность нижней челюсти и шейного отдела позвоночника, интубация крайне затруднительна или практически невозможна. Операция была под масочным наркозом, под маской, а у моего отца уже была мерцательная аритмия. То есть у него были нарушения, конечно, сердечной деятельности и 8 часов выдержать под таким наркозом, конечно, он не мог. Сердце его остановилось. Итак, из-за неправильно поставленного диагноза готовились к операции совсем другой сложности. Столкнувшись с невозможностью ввести интубационную трубку, врачи, вместо того, чтобы сразу сделать разрез на горле и ввести трубку напрямую, используют наркоз, противопоказанный людям с болезнями сердца. Затем горло все-таки режут, трубку вставляют и проводят успешную операцию. Однако использованные для наркоза вещества становятся причиной остановки сердца Сергея Павловича Королева. Главный конструктор не дожил до своего 60-летия. Теперь мы знаем его имя. Об этом замечательном человеке, коммунисте, дважды героя социалистического труда, лауреате Ленинской премии, академике Сергея Павловича Королеве, наш фильм. Итак, что имеем? Да то же, что и всегда. Очередную байку, запущенную со множеством оговорок во время перестройки. Оговорки постепенно забылись, байка превратилась в факт. Сегодня родственники не особо рвутся ее проверять или опровергать. Люди репостят, журналисты озвучивают в эфире, публика восторженно рукоплещет зверством режима. В телевизоре продолжают лепить из Королева Иисуса. Что ж, спасибо за внимание, продолжение следует. Будьте бдительны, не позволяйте дудеть себе в уши. До свидания. Скрепы? А что скрепы? Традиция, патриотизм. Что тут скажешь? Ну, надо держаться. Все же нам дорого. И это дорого. Дорог каждый удар лейтенанта Шостакова и сержанта Быкова. Каждый удар дорог. Правильно? Конечно. Правильно. И они же делали-то, я хочу сказать, они же в сердцах его избивали. В сердцах. Они не специально, а им горестно стало. А, есть еще один ответ. Да. Вы все врете. Вот. Это в интернете. Им стало горестно. Они говорят, Сергей, ну что вы, ведь вы в душе троцкист. Он говорит, да нет, если разобраться, я бы не сказал. Они говорят, ну, нам так горько от того, что мы видим перед собой троцкиста, что не дать по роже мы не можем никак. Ну, не можем. Хочется дать по роже. Хочется хотя бы челюсть сломать. Ну, что-то сломать хочется. Понимаешь? И они говорят, ну, мы не можем себе в этом отказать. Понимаете, в чем дело? Он говорит, ну, тогда вмажьте, что вы. Что тут? А, вмазать нельзя, говорит, слово, да? Нет. Ну, врежьте, говорит, врежьте. Врежьте можно говорить? Можно. Врежьте тогда, говорит. Ну, так вот, что-то поаккуратнее сломайте где-то, чтобы потом срослось. Они говорят, хорошо, пожалуйста, мы можем. Понимаешь? Нам лететь к далеким звездам скоро, В небеса прокладывать пути, А внизу останутся дублеры, Хоть друзей вернее не найти. Так уж получилось, мы не виноваты, Выполнить положено приказ. Ничего, ребята, ничего, девчата, Полетите в следующий раз. Ничего, ребята, ничего, девчата, Полетите в следующий раз. Вот уже костюм застегнут летный, И у нас вполне воздушный вид. Мы бы взяли всех с собой охотно, Да конструктор главный не велик. Так уж получилось, мы не виноваты, Выполнить положено приказ. Ничего, ребята, ничего, девчата, Полетите в следующий раз. Ничего, ребята, ничего, девчата, Полетите в следующий раз.